Восемь часов в Москве. В студии Ольга Писпинина. Продолжаем следить за основными событиями дня. Главные новости сегодня поступали из Тулузы, где после 30-ти часовой осады полиция застрелила террориста Мухаммеда Мира, предполагаемого убийцу французских военных, учеников еврейской школы и раввина. Как стало известно, преступник все свои нападения снимал на видеокамеру и даже выкладывал записи в интернет. Новые данные пришли и о числе пострадавших полицейских. Ранения получили пять участников штурма. Трагическая история стала главной темой не только французских, но и всех мировых СМИ. Прямо сейчас я передаю слово нашим коллегам из BBC о реакции на события в Тулузе, Великобритании, расскажет мой коллега, продюсер русской службы BBC Олег Антонин. Здравствуйте, Ольга. Действительно, это одна из главных тем нашей сегодняшней программы. И о ней мы сегодня будем говорить у нас в выпуске. И далее в выпуске у нас. Убить убийцу. Во Франции спорят о том, можно ли считать успешной операцию по уничтожению тулузского стрелка. Невеселая Олимпиада. Жители Сеула через 14 лет после игр не могут получить жильем. И если жизнь после Goldman Sachs? Один из бывших топ-менеджеров компании решил открыть русскую баню в Нью-Джерси. После многочасовой операции по осаде дома в Тулузе убит Мохаммед Мира. Именно его подозревают в убийстве детей в еврейской школе. Его тело было обнаружено при штурме спецназом квартиры, где он забаррикадировался. О ходе операции рассказывает Евгений Каневский. Операция по поимке Мохаммеда Мира, которая продолжалась 32 часа, закончилась смертью подозреваемого в убийстве трех французских военных и четырех человек около еврейской школы в Тулузе. До начала штурма Мира не выходил на контакт с полицией в течение 12 часов. Четверть днем полиция ворвалась в квартиру Мира на первом этаже многоквартирного жилого дома через дверь и окна. Подозреваемый прятался в ванной. Убийца выскочил из ванной и открыл беспорядочный огонь. Стрелял он постоянно. Даже люди, которые ни разу имели дело с такими ситуациями, говорят, что никогда раньше не видели такого. Полицейские пытались защититься, и он тоже защищался. В конце концов Мохаммед Мира выпрыгнул из окна. В его руках было оружие, и он продолжал стрелять. Его нашли мертвым на земле. Во время штурма двое полицейских получили ранения. Французские правоохранительные органы заявили, что подозреваемый был застрелен снайпером. И сейчас в студии ко мне присоединяется Евгений Каневский, который следил за французской историей. Женя, здравствуйте. До президентских выборов во Франции остается совсем немного времени. Как эта резонансная история повлияет на ход президентской кампании и на шансы кандидатов? Эсперты говорят, что эта история непосредственно повлияет на политическую ситуацию во Франции и на ход президентских выборов. По последним опросам общественного мнения, нынешний президент Франции Николиас Саркази вырвался немножко вперед и теперь опережает своего главного конкурента, лидера соцпартии Франсуа Олана. Это неудивительно, потому что Саркази неоднократно высказывался за борьбу с нелегальной миграцией, поддерживал меры против радикального ислама, поэтому нынешняя ситуация, которая непосредственно связана с человеком, проповедовавшим радикальные взгляды, не могла ему не помочь. Женя, скажите, но тем не менее власти в этой ситуации проявились они самым лучшим образом. Помимо того, что человек убил военнослужащих, его не нашли, затем он убил детей, также он не был пойман. И в конце концов, вот в итоге эта операция, он был убит, но вместе с тем тяжелые ранения получили трое полицейских. Это характеризует власть не самой лучшей стороны, я так понимаю. И не только это. Нужно ведь вспомнить, что этот человек был известен французским правоохранительным органам. Он дважды оказывался за решеткой, правда, по обвинениям, не имеющим отношения к терроризму. Но в то же время он дважды ездил в Афганистан. Причем в одном случае войска коалиции его вернули на родину, но он сумел доказать, что был туристом. Поэтому вопросы, конечно же, будут возникать относительно того, как французские правоохранительные органы с этим обошлись. Но тем не менее, в Саркази, представляющий правую партию, благодаря этой ситуации вырвался вперед. Я благодарю Евгения Каневского. Все подробности Тулской операции читайте у нас на сайте по адресу bbc-russian.com. А теперь коротко о других главных новостях BBC. В Мали произошел военный переворот. Мятежники призвали жителей страны к спокойствию и объявили о закрытии границ. По государственному телевидению они сообщили о том, что контролируют всю территорию страны. Ранее они предприняли штурм президентского дворца в столице Мали-Бамако. В Австралии арестован подозреваемый убийца Малькольн Нейден. Полиция в прямом смысле слова охотилась за Нейденом более семи лет, поскольку он жил в лесу и питался тем, что находил. Его сравнивали с Недом Келли, знаменитым австралийским разбойником 19 века. Английские медики бьют тревогу и говорят о резком увеличении смерти из-за болезни печени. По их оценкам, за последние 8 лет такого рода смертность увеличилась на 25%. И главной причиной называется рост потребления алкоголя. Медики призывают правительство бороться с алкоголизмом в обществе. При подготовке к Олимпиаде 1988 года в Сеуле многие жители этого города лишились жилья и до сих пор проживают во временных сооружениях, во временных трущобах. Хотя им было обещано новое жилье. Репортаж из Сеула Люси Вильямсон. В Гайн-Наме есть все атрибуты современного мегаполиса. Небоскрёбы, парковки с дорогими автомобилями и потрясающие виды. Но Гайн-Нам всего лишь район Сеула. Район трущоб. Жильё здесь практически бесплатное. Место бассейнов – сточные канавы. А общий счёт за электричество в месяц – меньше, чем счёт в обычной квартире. Многие жители Гайн-Нама провели здесь гораздо дольше, чем хозяева роскошных апартаментов в небоскрёбах. В 1988 году перед Сеульской Олимпиадой им пришлось приехать сюда из своих домов. Пастор Ким здесь с самого начала. Он не только настоятель местной церкви. Он строил её своими руками. Его паства – люди с тяжёлой судьбой, живущие в страхе и депрессии. Мне очень тяжело, говорит эта женщина. Денег у меня нет, и жить мне больше негде. Я очень боюсь пожаров. Пожары здесь не редкость. О причинах местные жители предпочитают слух не говорить. То ли жильё недолговечно, а может, это и отчаяние. Сложно поверить, но те, кто жил на этом месте, считаются счастливчиками. Огонь разрушил их дом, но дал им гораздо больше. Теперь они бесплатно смогли получить квартиру. Как ни странно, но именно перспектива получить новое жильё вызвала здесь немало конфликтов. Планы по реорганизации района столкнули интересы слишком многих. В конечном итоге мэрии Сеула пришлось вмешаться для того, чтобы девелоперы учли интересы жильцов. Раньше никто бы и не подумал о судьбе обитателей трущоб. Теперь они для нас тоже жители Сеула. Мы видим, к чему привела наша политика, когда 20 лет назад мы просто выгоняли людей из их домов. Воскресная молитва в храме пасторы. И молятся здесь, как и 20 лет назад, прося прежде всего силы и здоровья, а вовсе не материальных благ. В нынешние непростые экономические времена некоторые люди решают проблемы трудоустройства, смены места жительства, а некоторые кардинально меняют сферу применения своих талантов. Давайте познакомимся с Питером Кизенко. Раньше он работал в одном из крупнейших банков в мире, Goldman Sachs, возглавляя один из департаментов в России. Теперь это владелец русской бани в Нью-Джерси, единственный в своём роде. Питер Кизенко пообщался с очёночной группой BBC, и вот что он нам рассказал. Окей, мы готовы идти в баню. Нужна войлочная шапка, ведь парной 100 градусов Цельсия, и веники. Пойдём? Эй! Думал ли я полтора года назад, что уйду из банка Goldman Sachs, построю баню, где люди будут покупать пучки берёзовых веток и прыгать в ледяной бассейн? Пожалуй, вряд ли. Я всегда был большим любителем бани. Баня помогла мне погрузиться в российскую жизнь в начале 90-х годов. Я ездил в Сибирь, ездил в Северный Казахстан и часто ходил в разные бани. Эти моменты запомнились мне надолго. Уходить из банка было всё равно, что прыгнуть в такой вот ледяной бассейн. Сообщаешь людям, что уходишь, все встают, провожают тебя аплодисментами, а потом вдруг раз, и ты неожиданно стоишь в свитере посреди строительной площадки. Ну вот, начинаем. Думаю, что торговля на бирже проще. Здесь так много разных нюансов. На бирже ты заключил сделку и забыл о ней, и двинулся дальше, а тут проблемы никуда не уходят сами по себе. Их надо решать, и появляется всё новое. Вечно работать с цифрами невозможно. Здесь же ты видишь дело своих рук, настоящую русскую баню. И знаешь, что людям это понравится. Наступит конец месяца, и там посмотрим. Это совсем не то, чтобы получать каждый месяц зарплату. Здесь ты внимательно следишь за тем, сколько веников продано, сколько людей прыгнуло в бассейн, сколько грузинских хачапури было заказано. Нужен совершенно другой менталитет. И в завершении программы я хотел бы обратить ваше внимание на фотогалерею на сайте bbc-russian.com. Это уникальные цветные фотографии Сергея Прокудина-Горского, которые он сделал во время путешествия по Российской империи в 1909-1912 годах. Техника, которую использовал Прокудин-Горский для получения цветных фотографий, заключалась в съемке каждого объекта три раза, через разные цветовые фильтры. Три снимка проецировались друг на друга, благодаря чему получалось цветное изображение. Настоятельно рекомендую вам взглянуть все это дело на сайте bbc-russian.com. Вы смотрели новости русской службы BBC из Лондона. Я, Олег Антоненко, прощаюсь с вами. Завтра мы снова выйдем в эфир на телеканале «Дождь». После 16 часов у нас прямое включение. И в 20 часов по Москве выпуск новостей BBC. Всего вам доброго.